Всем привет! Это Яна и ваш любимый канал Human Constanta. Сегодня у нас в эфире рубрика «Этот день для прав человека». Сегодня 26 июня, Международный день в поддержку жертв пыток. Этот день провозгласили еще в 1997 году, как день, когда мы обращаем особое внимание на тех, кто стал жертвой пыток. В этот день мы еще раз говорим о том, как важно полностью искоренить любые виды пыток и жестокого обращения. В понятие пыток входят не только пытки сами по себе, но и другие формы жестокого и унижающего достоинства обращения. Например, плохие условия содержания в местах лишения свободы тоже могут быть приравнены к пыткам. Право не подвергаться пыткам – это одно из абсолютных прав человека. Это значит, что ни при каких обстоятельствах оно не может быть отобрано у человека. Отдельные конвенции против пыток есть и у Организации Объединенных Наций, и у Совета Европы. С конвенциями какая штука? Их можно подписать, мол, да, ребята, классно, важная тема, мы согласны. Их можно ратифицировать, таким образом признав, что страна готова исполнять то, что описано в конвенции. А можно ратифицировать, либо не ратифицировать отдельные статьи конвенции. Например, Беларусь ратифицировала конвенцию Организации Объединенных Наций, но не ратифицировала ту часть, которая позволяет беларусам подавать жалобы в комитет. В общем, если страна ратифицирует конвенцию, она как бы обещает, что не будет пытать людей, в том числе в местах лишения свободы, либо при задержании. Также она гарантирует, что не будет высылать людей в места, где им угрожают пытки, либо другие формы жестокого обращения. Также она обещает бороться с пытками внутри, в том числе издавая материалы и обучая персонал. В зависимости от того, присоединилась ли страна к конвенции, граждане этой страны могут подать жалобу либо в Комитет против пыток, либо в Европейский суд по правам человека. И эти органы могут спросить у страны, что же на самом деле происходит. И, например, сказать, что как-то она не очень хорошо выполняет свои обязательства. Но проблема этих органов в том, что они договорные. То есть даже если страна не будет исполнять предписанное этими органами, либо конвенциями, то ей за это ничего не будет, кроме презрения и, возможно, санкций и изоляции. В подписи к этому видео я оставлю подробную статью на эту тему. Пытки и жестокое обращение – это одна из причин, по которой люди могут покидать свои страны и просить убежище в других. Практически в каждой стране есть правозащитные организации, которые помогают тем, кто пострадал от пыток. Мы можем отстаивать и защищать свое право не подвергаться пыткам, в том числе юридически, поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации и помогать правозащитным организациям, которые занимаются профильными темами. Не забывайте, все люди рождены свободными и равными в своем достоинстве и правах. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok